Добрый день, НРБК, региональные новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза в студии Маргарита Гафарова. Правительство Башкортостана увеличило прогноз по валовому региональному продукту на 2024 год на 100 миллиардов до 2 триллионов 600 миллиардов рублей. Об этом говорится в изменениях, внесенных правительством в программу своей работы. Стратегический документ под названием «Алга Башкирия – вперед Башкортостан» был утвержден в феврале 2020 года. Сейчас Кабин откорректировал ряд показателей. Кроме прогноза по ВРП, изменился плановый объем привлечения инвестиций. В прежней редакции программы предполагалось, что республика в будущем году получит 650 миллиардов рублей в виде капвложения в экономику. Обновленный прогноз менее оптимистичен – 600 миллиардов рублей. По словам экспертов, увеличение плановых показателей по ВРП связано с ростом промпроизводства. Но здесь очень важно понимать, в какой степени рост промпроизводства обусловлен нормальными экономическими, созидательными экономическими факторами, в какой мере он обусловлен увеличением, резким увеличением госзаказа. К сожалению, необходимых для понимания структуры этих цифр данных в настоящий момент нет, они в значительной степени закрыты. По инвестициям, я думаю, что изначально 650 миллиардов, которые прогнозировались, это было сверхоптимистичнее. Соответственно, уменьшение цифр до 600 миллиардов – это скорее приведение сверхоптимизма в соответствии со сдержанным оптимизмом. Я думаю, что даже достижение 600 миллиардов инвестиций по итогам года – это можно будет считать успехом. Для понимания, за первый квартал объем инвестиций остался всего лишь немногим больше 70 миллиардов. Остальные целевые показатели не изменились. Численность населения в следующем году должна достигнуть 4 миллионов 100 тысяч человек, а средняя продолжительность жизни составит 76 лет. Республика должна остаться в первой пятерке национального рейтинга состояния инвест-климата. Объем экспорта несырьевых и неэнергетических товаров может увеличиться до 3 миллиардов 800 миллионов долларов. На территории индустриального парка Уфимский инвесторы реализуют еще пять проектов с общим объемом к обвложению 12 миллиардов рублей. Правительство республики ранее заключило с ними соглашение о намерениях. Инициативы рассмотрят в течение года на заседаниях экспертного совета ОЭЗАЛГА. Напомню, в июне правительство России одобрило увеличение территории особой экономической зоны за счет индустриального парка в Уфимском районе. Бизнес-план первого потенциального резидента Амкадор Агидель уже рассмотрел экспертный совет. Учредителем компании является белорусский холдинг Амкадор. Он планирует наладить производство оборудования для послеуборочной обработки зерна. Стоимость проекта оценивается в 1 миллиард 100 миллионов рублей. Появится более 250 рабочих мест. На сегодняшний день завершено строительство производственного корпуса для размещения завода. Его открытие планируется в сентябре этого года. Продукцию будут реализовывать в Башкортостане, соседних регионах и ближнем заруберии. В ходе сопровождения проекта мы оказали инвестору содействие в разработке финансовой модели и бизнес-плана. В подборе земельного участка, в подготовке заявки на получение статуса резидента особой экономической зоны, а также оказали поддержку по созданию склада временного хранения. Кроме того, корпорация развития вела строительство производственного комплекса. На текущий момент инвесторам осуществляется доставка и разгрузка оборудования. На территории ОСАЛГА сейчас зарегистрировано 13 резидентов с заявленным объемом инвестиций 49 миллиардов рублей. При реализации проектов будет создано 2110 новых рабочих мест. Агентство стратегических инициатив определит самые гостеприимные российские предприятия. Рейтинг производств, наиболее открытых для промышленного туризма, составит по всем регионам страны, в том числе в Башкортостане. Для этого запустят опрос, который покажет, как сотрудники предприятия относятся к туристам, школьникам и студентам на своих производствах. Исследования также выявят факторы, которые препятствуют развитию промышленного туризма. И вот по данным агентства, интерес к промышленному туризму за последние три года вырос втрое. Больше 500 российских корпораций и крупнейших производств уже открылись для туристов. Создали профориентационные экскурсии, программы стажировок для школьников и студентов. В том году был запущен акселератор по промышленному туризму, где наши предприятия, 8 предприятий Республики Башкортостан, приняли активное участие. А развитие промышленного туризма, оно как бы зарешает много глобальных вопросов. Это повышение престижа рабочих профессий, это и развитие территории, это привлечение, развитие туристической инфраструктуры, в том числе и как привлечь точку притяжения и повышение имиджа регионов. К 2025 году в Башкортостане количество предприятий, готовых принимать туристские группы, планируется увеличить вдвое. Поток туристов на промпредприятия довести до 5-7 тысяч человек ежегодно. В прошлом году предприятия Республики посетили более 4,5 тысяч человек. Мэрия Уфы одобрила строительство 8-25 этажек в Затоне. Жилье планируют возвести на участке между переулком Запорожским, улицами Ахметова и Пожарского. Проекты утверждены по обращению компании УАМ-СТС в рамках договора о развитии территории. Кроме жилых домов, там появится детский сад на 340 мест, школа на 1100 учеников, два многоуровневых и четыре подземных паркинга. Сейчас же на территории расположены двух-трехэтажные жилые дома, подлежащие сносу. На их месте разместят три высотки. Четыре дома поставят западнее филиал Волжского госуниверситета водного транспорта. Еще один появится на территории судоремонтного завода. В Башкортостане увеличат выпуск книг и учебников на языках народов республики. Эти и другие меры по актуализации соответствующей госпрограммы рассмотрели на заседании правительства. В частности, предлагается увеличить детский контент на родных языках. Кроме того, на республиканских телеканалах запустят военно-патриотическую игру на коне анимационный сериал «Нурбастан» на башкирском языке. Старственным комитетом Республики Башкортостан по молодежной политике вносятся изменения и значения непосредственных результатов реализации мероприятий по их проведению. Это, в частности, республиканский молодежный конкурс акции «Туан Телем Дагиляшем», проведение республиканского турнира по дебатам на башкирском языке среди молодежи, проведение молодежных образовательных форумов, игр, фестивалей на башкирском языке. Большинство изменений носят технический характер, отметил глава Минобра и ведомства. До 1 сентября должно подготовиться и внести на рассмотрение правительству проект госпрограммы «Сохранение и развитие государственных языков и языков народов Башкортостана» на 2025-2030 годы. В завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, доллар и евро сохраняют положительную динамику. Американская валюта подорожала на 21 копейку до 89 рублей 54 копеек, евро на 48 копеек, курс 97 рублей 73 копейки. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в банке «Финам» за 87,5 и продажа в «Райфайзенбанке» за 89,50. Наиболее выгодное предложение по покупке евро в банке «Финам» за 94 рубля 1 копейку и продажа в «Райфайзенбанке» за 97,5. На этом у меня все. Оставайтесь на рынке.